Уверенной победой спортсменов Верхней Волжи закончился чемпионат России по зимнему универсальному бою. Эти соревнования состоялись в минувшие выходные под Тверью. За победу в том числе и буквально боролись участники из десятков регионов страны. Это лишний раз подтверждает растущую популярность единоборства. 67 спортсменов, 26 регионов. Такова статистика этого чемпионата России по универсальному бою, который с 23 по 24 января прошел в Калининском районе. Пять лет назад, когда Верхняя Волжи впервые принимала данный турнир, участников было в половину меньше. Это говорит о стремительном росте популярности этого необычного единоборства, который сочетает в себе по сути три вида спорта. Бег на лыжах, стрельбу из пистолета и борьбу. После лыжной гонки сразу спортсмены выходят на снежную площадку и борются на снегу. Это совсем другая техника ведения поединка, я имею в виду в борьбе, чем, например, на обычном ковре. Это и снег скользкий, и рыхлый. Тут нужна уже и техника, и стратегия, и тактика ведения боя тоже. Всего борьба шла в шести весовых категориях, из которых две до 62 килограммов у женщин и до 80 у мужчин были официальными. То есть медалистам присваиваются звания кандидатов или мастеров спорта. Тимур Бек-Нуралиев в свои 25 лет заслуженный мастер спорта. Зимним универсальным боем занимается уже далеко не первый год. Мне было интересно, потому что с детства я не только же дидо занимаюсь, я еще зимой люблю очень на лыжах кататься, также на гоньках. Все вот эти зимние виды спорта тоже мне очень нравится. По итогам соревнований верхневоложские спортсмены победили в четырех весовых категориях из шести. Золото в активе Нурали Нуралиева, Алексея Белорусова, Алены Козловой и Валерия Виноградовой. Еще дважды на первое место поднимались спортсмены из Калужской области, подтвердившие статус основных соперников тверичан.